Девчонки, вот такие вот у нас битые яйца. Сегодня мы будем их готовить. Ну, ведун, скажу сразу, да, оригинальный, непривычный. Не думаю, что кто-то из вас уже такое чудо природы готовил. Поэтому предлагаю, давайте сегодня вместе со мной приготовим. Ну, разбились они немного. Ну, вот такой инкубатор у нас, как видите, не терпится нашим птенчикам наружу выпрыгнуть. Давайте скорее будем начинать готовить. Всем привет! Вы снова в гостях у Танюшки. Друзья, сегодня у нас удивительный пирог куриный. А почему удивительный? Сами увидите. Начинаем готовить. Итак, начинаем мы с муки. Муки возьмем в стакан. Вот так. Сначала берем стакан муки. Так. Отправляем его вот так вот в миску. Для чего? Для того, чтобы нам в стакане разбавить наш разрыхлитель теста в стакане муки. Вот так мы его отправляем сюда. Разрыхлителя мы взяли 12 грамм. Вот так. И теперь это мы должны перемешать. Вот так. Все. Так как разрыхлитель надо обязательно смешивать с мукой, мы для этого использовали стакан муки. Вот так. Все. Теперь что мы делаем? Берем майонез. Майонеза у нас 380 грамм. 67% жирности. И отправляем его в муку. Тесто очень легкое. Абсолютно нет никаких трудностей в его приготовлении. Вот так. Всю пачечку отправляем сюда. Сюда же мы отправляем столовую ложку сахара и неполную чайную ложечку соли. Вот так. Вот так. На майонез. И теперь все это нам надо замесить. Вот так. Может кому-то и не нравится что-то, кто-то не согласен с моими рецептами. Но я показываю то, как можно сделать просто, легко, без всяких заморочек. Потому что многие не хотят долгое время проводить на кухне. Многие боятся трудностей всяких. Поэтому я показываю, как это можно сделать просто и быстро. Я не заставляю никого подсаживаться на мой канал и готовить мои рецепты. Пожалуйста, готовьте по-своему. Вот так. На этом этапе мы добавим подсолнечное масло. Вот так. Одна ложечка. Вторая. Третья. И четвертая. Этого будет достаточно. Достаточно. Опять все перемешиваем. И будем добавлять муку. Теперь берем еще один стакан муки. Второй, да. И постепенно, сразу весь не высыпаем, постепенно. Вот так. Насыпали. Ну, приблизительно вот полстакана мы его высыпали, да. Теперь это сюда. Сейчас размешаем. Размешали. Теперь высыпаем остальную половину стакана. Вот так. Вымешиваю я все сейчас ложкой. Ну, и теперь третий стакан. Точно так же, не весь сразу. Вот так. Вот так. Тоже половину я высыпала. Так, здесь мы размешали. Теперь вторую половину третьего стакана я отправляю на стол. Вот так. И сюда вот так отправляю наше тесто. Все, миска нам не нужна. Продолжаем вымешивать на столе. Тесто жирное. К рукам оно не липнет. Единственное, что нам надо, чтобы оно было не такое, ну, как бы жидкое у нас. К рукам оно не липнет. Видите, руки нормальные. Яиц в тесто мы не добавляли. Ни масла, ни маргарин тоже. Так, тесто мы уже замесили. Оно у нас сильно жирное. И получается, видите, как оно вот так вот у нас все расслаивается. Для того, чтобы оно не расслаивалось вот так вот и дало нам с ним работать, мы берем полстаканчика буквально водички и вот так вот его как-то вот так вот постепенно сюда его добавим. Не выливайте сразу полстакана, буквально вот две столовые ложки налили и все. И теперь вот это все вот так вот соединяйте. И теперь у нас тесто замесится однородной консистенции и оно у нас не будет расслаиваться. Так, тесто мы замесили. Теперь нам надо немножко его... Вот так, скатать. Вот, и расстелить. Так, пополам. Вот так, две половинки. Одну половинку мы пока положим в миску, а другую половинку сейчас будем раскатывать. Сейчас, друзья, мы такое будем вытворять с вами. Вы даже себе представить не можете. Даже не можете себе представить, что мы сейчас будем делать. Сейчас, наверное, кто-то из вас говорит, ну, что здесь особенного? Ну, раскатывает тесто в пласт. Ничего особенного. Нет, особенно не сейчас. Особенно у нас еще впереди, еще чуть-чуть. Так, поднимаем наше тесто. Вот так, вот так отстала сначала его. Может, где-то тут у нас что-то прилипло. Все проверяем. Пробуем. Кто-то на скалочку тесто наворачивает, а я на руку. Так, друзья, мы наше тесто перенесли на вот эту хорошую форму, красивенную для яиц. И теперь аккуратнейшим образом мы делаем вот такие углубления. потихонечку, не спешим, чтобы наше тесто не прорывалось. Ну, прорвется, ничего страшного. Ну, стараемся, чтобы не прорывалось. Вот так. Такие углубления делаем пальчиком. Ну, если вам удобно сделать чем-то другим, пожалуйста, ну, пальчиком. Главное сделать вот такие небольшие ямочки. Вот так. Если кто-то забыл или кто-то только что включился к нам, значит, напоминаю, готовим мы куриный пирог. Следовательно, мясо у нас курицы. У меня в миске мясо, ножик. Я с окорочков сняла мясо, замариновала его в вине, порезала на кусочки и обжарила. Добавила туда лук. Лук не обжаривала, лук только привялила немножко. И теперь все это вот так вот чайной ложечкой накладываю в наши ямочки. Вот так аккуратненько, не спешим. Вот так, чтобы и лучок попался, и мясо. Вот так. Вот такая интересная форма будет у нашего пирога необычная. Теперь берем сырок и вот так его вот так пополам и вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Если хотите, можно на терочку сырок использовать. Как вам удобно. После сыра майонез. Вот так. И теперь хорошо залепливаем. залепили, прилепили со всех сторонок. Отправляем теперь это чудо природы в духовку. 200 градусов. Ну, минут 35. Вот, друзья, мы и сделали наш куриный пирог. Вот так он у нас выглядит. Мы его еще не перевернули, не разрезали. Мы его только достали из духовки. Песочное тесто готовится легко, быстро. Но если вы переживаете, что вы не сможете справиться с тестом, а именно раскатав его, перекинуть на форму для яиц, используйте для этого пергаментную бумагу. И с помощью пергамента у вас все получится. Подписывайтесь на мой канал. С вами была Танюшка. Обязательно попробуйте мой пирог и пишите комментарии. Пока-пока.